Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Слава! Аллилуйя! Итак, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. 2 глава, 1 стих. Аллилуйя! 2 глава, 1 стих. 2 глава, 2 глава, 1 стих. Отношение к Нему. Я думаю, что то, что видел Сережа Немаба сегодня, вот то, что он поделился, это как бы он забежал наперед моей проповеди. Бог открыл уже ему. Вот проповедь. Смотрите, есть две вещи, которые мы видим здесь на экране. Наше отношение к Нему и Его отношение к нам. Вот то, что мы здесь видим. Трудно понять наш перевод, но именно здесь Павел об этом говорит. О нашем отношении. Он говорит, молим вас, молим вас. И то, что он говорит о нашем собрании, к Нему молим. Это интересное слово. Это немножко больше, чем просто молимся, умоляем. Здесь нам гораздо больше. Это слово определяет нечто, не просто слушать, но оно включает уже в себя это слово. Оно не совсем точно нам переведено. Но оно включает в себя и наши действия. Молим вас о том, то есть я пытаюсь донести вам, чтобы вы уразумели, что Его пришествие так близко, что наша жизнь должна полностью измениться. Полностью измениться. Вот, как будто ты видишь, что вот, престол славы, как Сережа видит, престол славы, поклонение, и вдруг глаза открываются, и мы видим мучения преисподние, и кого-то Бог взял исток. О, Боже мой, он бы отличался от всех нас своим отношением к Нему. Он хочет видеть наше собрание и наши отношения, все к нас. А ведь я молю вас, я не знаю, как представить вам, чтобы вы изменились в своем отношении, повседневном, по отношению к самому Ему. Понимаете или нет? Что такое наше отношение к Нему? Как мы жертвуем деньгами, временем, как мы жертвуем собою в хвале и поклонении. Насколько мы способны поехать в Бердянск, когда слышим весть, мы собираемся, Бог готовит группу в Бердянск поднять, Бог готовит группу в Славянск. Бог желает там насаждать церкви, Бог желает поддерживать там верующих, поддерживать людей, братьев наших, сестер, которые вдруг... Как мы реагируем, мое отношение о том, что Он скоро придет. Понимаете ли, когда я слышу, когда я чувствую, потому что пришествии мы немного позже поговорим. Когда я просто понимаю, что я спасенный. Каково мое отношение к жизни? Как я реагирую на слышанное слово? Оно взлетело в одно ухо и вылетело в другое? Или может быть это слово нечто большее? Аллилуйя! Аллилуйя! Бедный сатана! Аллилуйя! Мое отношение к Нему... Нет, неправильно. Наше отношение к Нему, отношение этого собрания к Нему, определяет его отношение к нам. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты понимаешь или нет? Неважно, что нас не так много. Нет! Не то, сколько нас определяет, каковы мы. Понимаете или нет? О, хорошо, очень классно. Только, наверное, им громко. Мне очень хорошо. Хорошо! Аллилуйя! Аллилуйя! Еще раз давайте прочитаем. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И, им мы перечеркиваем, молим вас, братья и сестры, о нашем собрании к Нему. Понимаете или нет? Понимаете или нет? Молим. Внимательно слушать и положительно отреагировать на услышательное. Вот это слово, которое здесь нам перевели, молим. Оно больше, чем просто молим. Молим – это то, что здесь говорит. Я не просто, я понимаю, что пришествие Господне приближается. И пришествие – это, когда мы слышим пришествие, то как мы думаем? Это, о, Иисус придет за нами во второй раз. Правильно? Плохо, да? Громко. Тише, просто сделай меня и все. Они меня и так услышат. Да? Халилуя! О, нормально. Никому не мешает? Халилуя! Пришествие. Смотрите, дословно то, что здесь переведено. Как нам пришествие. Пришествие – это слово всегда говорит о его присутствии, которое ощутимо посреди его народа. Здесь, вот именно в этом слове, в контексте, используется, чтобы указать на мощное его присутствие перед его приходом. И смысл здесь отображает тот, что когда Иисус, чем ближе он приближается, тем мощнее его присутствие, тем явнее его присутствие. И он говорит здесь, я пытаюсь объяснить каждому из вас одну вещь. Что это за вещь? Он говорит, когда мы ощущаем на себе его божественное присутствие в нашем собрании, то наше собрание должно по отношению к нему меняться. Меняться. Каким образом? Смотрите, не может человек, не может человек, ни один, переживая его присутствие, не меняться. Не может ни один человек. Ни один человек. Те люди, которые переживают божественную энергию в собрании. Здесь не идет речь о неверующих людях, которые попали в это собрание, получили исцеление от рака, ушли и больше никогда сюда не пришли. Понимаете или нет? Отношение собрания. Здесь идет речь. Павел пытается объяснить нам, каково наше собрание по отношению к Иисусу Христу. Какова наша позиция. И вот здесь вот мы должны полностью увидеть, что Бог сегодня творит. Люди исцеляются от рака. Исцеляются от всех неисцелимых болезней. Когда мы поклоняемся, мы стоим, и ты, я вот присел, и мне надо вникнуть, а я не могу вникнуть. Меня какая-то сила поднимает, и я не могу дать сидеть. Я стою, я раз, опять успокоился, опять раз, опять. Я не могу сидеть. Его присутствие. Просто люди поклоняются. Люди энергетика нарастают. Что это такое? Его присутствие приближается, приближается, и ты начинаешь ощущать его присутствие. Я не знаю, ощущаешь ли ты сегодня реально, явно его присутствие. Но перед вторым пришествием его присутствие будет увеличиваться, увеличиваться, становиться мощнее, сильнее и сильнее. Его присутствие становится явным. Не только мурашки. Его присутствие, оно изгоняет проклятие. Оно освобождает одержимость. Оно освобождает от греха. Оно разрушает все силы ада. Влияние демонизации. Оно дает свободу от болезни. Чудеса исцеления. То, что нереально для медицины, становится реальным в этом собрании. Понимаете или нет? Он говорит, молю вас, братья, от пришествий Господним. А присутствие, вы чувствуете пришествие Господня. Вы чувствуете его божественное прикосновение. Когда вы собираетесь вместе, ваше отношение должно возрастать к нему. Потому что дни приближения Господнего все больше и больше приближаются. Аллилуйя! Не слышно? Аллилуйя! 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 Помолимся. Дух Святой, я призываю Твою благодать на это место. Благодать, которая достигает с неба каждого сердца. Она пронизывает своим словом, сокрушая всякое неведие, сомнение и высвобождая Твое могущество. Оставляя в сердце каждого во имя Иисуса Христа. Благодать имит на Тебя. Благодать имит через Тебя. Благодать Божья. Благодать Божья. Благодать Божья. Мое отношение и отношение Его. Мое отношение. Тогда, когда Бог касается человек, Алексея. Алексея, вот допустим Алексея, пока между него горя не было, он придет, он вам засвидетельствует. Его отношения к Богу, они так сильно возросли. Они так сильно переменились. Почему? Потому что он ощущал Божье присутствие. Человек, который ощущает Божье присутствие, попадая в разные рода проблемы, его отношение к Богу, оно моментально возрастает. По одной причине, его присутствие увеличивается. Это идет рядом, это вместе идет. Оно не идет одно без другого, оно не идет отдельно. Оно вместе. Мое отношение и его отношение. Они вместе соприкасаются. Они возрастают вместе. Понимаете или нет? Божье присутствие, которое прикасается ко мне, не оставляет меня безразличным. Я не могу больше быть безразличным. Его присутствие, ощутимое присутствие в собрании, оно помогает мне преодолевать разные преграды, преодолевать любую горечь, любое горе, любое давление, злобу, ненависть друзей, ненависть и проклятие врагов. Оно просто помогает мне смотреть на эти ситуации с улыбкой, с радостью, в духе. Почему? Потому что я имею картину от Бога. Я избавлен от Ада. И его пришествие, оно ощутимо, помогающее мне меняться в этой жизни. Я включаю контроль над собою, над своей собственной жизнью. Моя жизнь преобразуется в его образ. Вера во Христа Иисуса возрастает. Помните, если вы были в четверг, один из четвергов, и брат из Америки задавал вопрос, как мы попадем на небо? Верою. Верою и по делам. Или по делам. Так кажется, да, он задал? Давайте проголосуем сейчас в этом собрании. Как вы попадете на небо? Верою. Верою по делам. Уже подсказывают друг другу. Верою или по делам. Кто за то, что по делам? Кто за то, что по делам? Один, два, три, четыре. Кто за то, что верою и по делам? Лидеров надо хоть увидеть. Вдруг тридцать, двадцать. Их меньше становится. Смотрят, лидеры не подняли и все раз запускают. А кто за то, что верою? А остальные как? Вы вообще на небо не собираетесь? Остальные вообще на небо не собираетесь? Воздержались от неба. Вот это да! Кто воздержался? Поднимите руки. Мы на вас хоть посмотрим. Правильно, лучше не признавайся. Если ты воздержался, лучше не признавайся. Но! Воистину, ветра, она поможет мне достигнуть неба. Ветрою я могу ощущать присутствие Божьей. Ветрою делами я не могу. Я ощущаю присутствие Божьей. Когда Бог прикасается ко мне, моя вера еще больше возрастает. И тогда уже проявляется в делах. Но я не делами буду достигать совершенства. Я верою достигаю совершенства. А вера – это божественное принятие Его присутствия. То есть я не чувствую Бога. Надо верить. А как верить? Верить! Возьмите проповедь. Я недавно проповедовал о вере. Возьмите, обязательно возьмите о вере проповедь. Я совсем недавно раскрывал. Евреям 11.1 И вы сможете увидеть, потому что если вы верой думаете, что это вот чувства, вот какие-то ощущения, это совсем не то. Но вера твоя, она реально, явно, божественное присутствие приводит на тебя. Ты можешь прикасаться, реально чувствовать Его верою во имя Иисуса. И когда это происходит с людьми, то тогда их жизнь меняется в образ Христа, в образ веры. Тогда им легко жертвовать. Тогда им легко посвятить себя. Ну как легко? Ну вот как Лена. Она говорит, я хочу пожертвовать, вложить в это. Я вижу. Человек, который не верит вообще то, что Бог делает здесь на земле, и он видит только сконцентрированное на себе, и больше ничего, все, что это меня касается, я это вижу. Если это мне есть какая-то выгода, я это вижу. А жертвовать какая выгода мне? Нет, я не вижу. Я даже не слышу. Я даже не слышу. Читаю на уединении. Виктор сказал очень интересное определение. Где он? А, на детском. Может, кто-то помнит определение? Говорит, я хочу, я слышу, или как-то он? А? Если к сердцу, он не ложится на сердце, слово, закон или слово, не ложится тебе на сердце, ты его не слышишь. Ты, человек его просто не слышит. Очень трудно, когда идет проповедь, идет что-то, а ты пришел сюда, но не это услышать. Ты пришел услышать что-то, чтобы тебя поддержать в твоем грехе, или в твоей немощи, или в твоей неправоте. Ты не будешь слышать. Допустим, ты приходишь сюда, на это место, услышать, что Иисус – это как дойная коровая. Дай, 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 и он – на-на-на-на-на-на-на-на-на. И ты приходишь, слышать первое заявление, что мое отношение к нему, а потом его отношение ко мне. А ты не слышишь, мое отношение к нему, я не слышу. Я вообще не слышу. Не то, что не слышу, оно тебя просто ты не слышишь. Когда я читаю Библию, когда я читаю что-то, я пробегаю, беру, беру, беру по статье. Опа! Вот это мне надо, вот это мне интересно. Мое отношение к слову, отношение к делу определяет мое слышание. Поэтому, когда ты идешь в Дом Божий, ты должен открыть сердце для Бога. Расположить сердце для Бога, чтобы услышать от Бога. Потому что твоя жизнь будет меняться от Его присутствия. И если ты идешь сюда, ты говоришь, уже оправдывая себя, а что я должен так прославлять, как не баба? Чего я должен прославлять себя? И чего я должен потеть, как Александр Насэн? Я нормально. Халилуя! Халилуя! Что я? Глупый! Халилуя! Ты слышишь? Ты слушаешь, но ты не слышишь отношения. Павел здесь говорит. Молим вас, братья, о нашем собрании к Нему. Молим вас, братья, о нашем собрании к Нему. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите. Две вещи. Пришествие, мы сказали, это Его присутствие. Молим вас, братья, о нашем отношении к Его присутствию. О нашем отношении к Его присутствию. Мы хотим выражать отношение свое к Его присутствию, тогда, когда мы уже переживаем Его присутствие. Понимаете или нет? Но на самом деле это не совсем правильно. Люди, которые переживают Его присутствие, они меняются автоматически. Человек, который переживает Его присутствие, убегает от Него, если такие рода люди. Слыша голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Будут и такие люди. Будут и такие люди. Будут и другие люди, как 2 Петра, 3 глава, 3 стих. 2 Петра, 3 глава, 3 стих. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям. Похотям. Прежде всего, знайте. Прежде всего, знайте. Мы говорим о последнем времени. О том, что Его присутствие будет приближаться, и наше отношение к Нему будет меняться. И что Его присутствие в собрании, которое имеет правильное отношение к Нему, оно будет возрастать, возрастать. Исцеление будет в 100 раз больше. Оно будет возрастать. Чудеса и знамения. Людей будут приносить сюда, привозить сюда больных перед смертью, но они будут уходить отсюда здоровыми. Будут привозить слепых, будут привозить глухих, будут привозить хромых, парализованных, и они отсюда будут уходить своими руками, своими ногами. Это будет. Почему? Его пришествие. Павел говорит, приготовьтесь. Его пришествие. Перед Его вторым пришествием Его присутствие будет нагнетаться, нагнетаться и нагнетаться. Такая температура, что невозможно будет выстоять. Но здесь Петр говорит, говорит, что еще будут какие-то вот такие вот ощущения. И эти ощущения будут и в церкви. Они не будут только на улице. Что это за отношения будут в церкви? Значит, в последние дни явятся наглые ругатели. Нагло ругательство, вот это ругать, оно означает выставлять на посмешище, насмехаться, хулить, забавлять толпу, глумиться. То есть, это не обязательно, что как антихрист будет выдавать себе. Это может здесь. Да что они это сказывают? Я то знаю, о каком мне присутствии. Ты переживала присутствие? Ты присутствие переживал? Будут и такие люди. Ну, Библия учит, берегись. Берегись. Мое отношение определит все. Если я сегодня прихожу и такое, и я не слышу, потому что мое сердце расположено не давать Богу, а принимать от Него. Я иду, вот я еще покажу недельку, месяц, если я не получу, я пойду дальше. Отношение мое определяет вообще к моему будущему. Потому что потом я попаду, попадаю в разряд тех людей, которые насмехаются. Исцеление получила. Какое исцеление? Таблетки пьет. Другие таблетки пьют и умирают. А мы пьем таблетки, нам помогает. И там, где людям таблетки даже не помогают, нам помогает просто таблетка. Мы даже не смотрим, выпили ее, благословили, да и все. И она помогла нам. Аллилуйя! Наглый отругатель! В другом слове это то, что мы будем переживать. Это указывает на постоянно. Это было, это есть и это будет. Насмешка. Хула! Будут делать спектакли такие. Как делали это, это тоже слово отругательское, вот это, которое наглые отругатели, это тоже самое употребляется в Луки 22, 63, когда люди, державшие Иисуса, отругались над Ним. И били Его. Одно и то же слово, отругались. Вот это выставляли, как делали спектакль. А что они делали тогда? История говорит, что они притворялись одержимыми, падали перед Ним, а потом подходили, возлагали руки, он вставал и говорил, хромые приводили. И они делают, разводили, выставляли, глумились над Христом. Типа, вот ты так делал, и мы вот делаем точно такое. И они глумились. И то же самое над тобой будут это делать. Зачем? Чтобы остановить тебя. Твой муж, твои родственники, твои соседи, твои близкие, скажут, эй, богомол, аллилуйя, аллилуйя. И они будут передраживать тебя. Они будут выставлять на посмешивание. Когда вы собираетесь там вместе, ты скажешь, я уже не хочу даже идти туда. Почему? Тебе надо идти туда. Но они глумятся надо мной. Ну так это хорошо. Это признак последнего времени. Но ты, когда Иисус говорит, когда буду глумиться над тобой, а ты радуйся. Ты просто радуйся. Пойми, что время и события, которое провозгласил Господь наперед, никакие силы не могут отменить. Это будет. И те, которые глумятся сегодня, завтра они будут вместе с нами служить Богу. Почему? Потому что ты будешь с радостью воспринимать, ты не будешь злиться взаимно. Ты не будешь неправильно реагировать на то, что будет дьявол компроментировать через людей, чтобы подавить тебя, чтобы разрушить тебя, потому что антихрист придет губительной силой. То есть произвести пагубу внутри тебя, внутри людей, чтобы люди начали сомневаться, гнить. Вот эти все цирк дьявольский направлен против тебя, чтобы ты был полностью неподавлен, а Бог ожидает, что ты воздашь славу Богу в радость. И если это произойдет, ты высвобождаешь силу Божью на тех людей, которые глумились над тобой. Поэтому зачем тебе злиться на них? Если они глумятся, они быстрее, чем те, которые спокойны. Да пусть славят, пусть живут. У этих намного сложнее, сложнее придут к Богу. Они добрые, они хорошие. А те, которые глумятся, они открыты, твоя правильная реакция высвобождает силу Бога на этих людей. И как-то они вперед бегут в царство Божье, чем те, которые правильные. Ад будет наполнен правильными людьми. Сегодня кто-то сказал. Добрыми людьми. Добрее, Сережа сказал. Добрее, нас, но очень много таких людей в аду. Почему? Дела их были правильные, они уповали на дела, а мы надеемся, не надеемся, мы верим, что мы спасены по вере, в то, что сделал Иисус Христос на кресте. Аминь? И поэтому мы меняемся. Кто бы мы ни были, как бы мы низко не пали, какими бы ни мы не были, мы теперь не уповаем больше на наши дела. Но наши дела теперь, они из-за Его присутствия на нашей жизни, они добрые, они добродетельные, они направлены на то, чтобы Иисус был виден через каждый наш поступок на этой земле. Аллилуйя! Все, что мы не делаем, мы делаем, являя Христа в это общество, понимая и осознавая, что Он скоро придет. И как мы это знаем, что Он скоро придет, пришествие, мы чувствуем, мы в Его прикосновении. Правда или нет? Вы переживаете? Кто сегодня переживал Бога? Реально переживал, явно? Смотрите, сколько много людей переживает. И они не притворяются, можете даже не насмехаться над нами. Если вы не переживаете, это совсем не означает, что и другие люди не переживают Его присутствие. Но Его присутствие становится все явно, 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 явно. До такого момента, что я не знаю, мы вчера были на уединении в субботу, я вас правда не видел там, А где вы были вчера? У нас было уединение. Уединение для вас, чтобы вы встретились с Иисусом Христом. Это правда, это для вас. Мы уже переживаем Бога. А те люди, которые не переживают, это для вас мы делаем. Правда. Я могу переживать Бога и дома, вместе со своей женой. я могу правда переживать дома. За 30 лет служения Богу мы уже научились, а жена еще больше, чем 30 лет. И поэтому это для вас специально правда, чтобы вы научились переживать Бога, чувствовать Бога, прикасаться к Богу, потому что именно это поможет вам преобразовываться, меняться в образ Иисуса Христа. Именно вот это позиция Божьих прикосновений, когда мы собираемся, когда мы посвящаем. А что мы делаем? Мы поснимся, мы молимся, мы приходим, мы направляем сердца свои. Но если не был, ты не расстраивайся, в следующий раз будешь. Если не был, ты не расстраивайся, возьми в сердце свое, Господи, я хочу угождать Тебе. Может я пришел сюда, чтобы получить от Тебя, но сегодня ты говоришь простое живое слово, что ты ожидаешь от меня моего посвящения. И мое посвящение к Тебе, оно будет сто процентов. Да и аминь. И я начинаю работать над собою. Ты начинаешь работать над собою, контролировать себя, не насмехаться, потому что зная, что и те, и другие, они будут, вот это будет противовес, он будет увеличиваться, нарастать и умножаться. И он захватит людей в церкви, которые не имеют Божьего прикосновения, которые вместо живой веры имеют реальное сомнение. Понимаете или нет? Павел говорит, мы безумны Христа ради. Фанатизм во имя Иисуса Христа, преданный, слепой фанатизм Богу. Вот что Бог хочет от нас увидеть. Вот что Бог ожидает от меня? Понимаю я или не понимаю? Я еще это могу не понимать. Я много не понимаю в Библии. Я многого не понимаю. Мне приходится только на веру принимать. Я верю, что это так и аминь. Господи, пусть до меня дойдет и это осознание, до моего осознания. Не понимаешь. Но раз ты сказал, тогда и аминь. Аминь. Понимаете, мы должны где-то быть безумны Христа ради. И тогда наше отношение к Богу меняется. Твой дом наполняется благодатью. Бесы уходят с твоего дома. Злоба уходит. Рас приуходят. Приходят, понимают. Я вижу прям. Я закрываю глаза и я вижу это. Мое отношение к Нему производит перемены, исцеления. Если вот то, что здесь написано, особенно вот опять возвращаюсь второе послание фессалоникийцам. И вот здесь третий стих. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели. Особенно вот это слово сын погибели, не греха, а беззаконник. Сын беззаконник. Беззаконие на погибель. Погибель это полное уничтожение. Если я преклоняю ухо насмешки, обольщению, смущению, подавлению, приходит разруха в мою жизнь, в мой дом. Полная противоположность. Если я не доверяю Богу, тогда то, все, что от сатаны, оно приходит в мой дом. Полная разруха, гниение. Гниет это общество. Это ужасно, если гниет, это мой дом, это моя семья. Если это мои дети, это мои родители, это ужасно. Но мое отношение, смущение или вера, прикосновение к Богу, я хочу чувствовать, я хочу переживать, я не переживаю, ты должен захотеть переживать. Если я не захочу, я его никогда не буду переживать. Мое отношение определит очень многое. Сердце, отношение с сердцем. Господь, я хочу, слово Твое говорит, блаженное нищее духом, и блаженное алчащее боли, насыщение, я хочу жаждать тебя, я не жажду тебя, Боже, я хочу, коснись меня. Это не просто слова, ты идешь в пост, ты молишься, ты поснись, ты записываешься на прием к пастырю, ты говоришь, я видел, как помазание было нам отгореть, я хочу встретиться с этой женщиной, я хочу с ней поговорить, я видел, как помазание было на Алине, когда она стояла, как из ее глаз искры летели, как я просто понимаю, что она не в огне Духа Святого, я хочу попасть к ней на прием, я хочу поговорить, понимаете или нет? Если ты не будешь гореть, Бог не коснется тебя, но это опасно, если я не чувствую, Бог приближается, а я его не чувствую, собрание переживает славу Божью, люди исцеляются, а у меня кроме сомнений ничего не остается, это опасно, братья, все, это опасно, если ты не переживаешь, это еще полбеды, но не хотеть переживать, это опасно, не желать переживать Бога, это опасно, поэтому ты должен выражать это страстное желание в себе, вырабатывая, я хочу прикосновения Бога, я хочу, когда я хотел, я покупал билет на самолет, я звонил, алло, можно встретиться с тобой, у меня много вопросов, а кому я звонил, как вы думаете, на ком я видел помазание, я пастырь, я молодой пастырь, я только начинаю служение, я не знаю, как Бог движется, а я вижу помазание, думаю, ну кто может ответить, я звоню, Генри, алло, пожалуйста, слушай, у меня есть много вопросов к тебе, ты можешь мне найти час-два, я прилечу, когда ты мне скажешь, я хочу встретиться с тобой, он говорит, хорошо, прилетай, когда, тогда, тогда и тогда, я покупаю билет, я лечу, он находит время, мы садимся, у меня целый конспект, я говорю, слушай, вот это, а вот это как, а вот это, а перед тем, как я, откуда у меня столько вопросов к ним, я его кассет много посмотрел, мне нравилось, как он проводит служение, как он переживает Бога, и не только, как он, как люди переживают Бога, у меня много вопросов, а я сам того еще не переживаю, а это было так давно, 20 назад, я хочу знать Бога, я хочу знать Бога, я не просто сижу пассивно, я хочу знать Бога, ты хочешь знать? Да, хочу, ты хочешь знать? Да, хочешь, приедешь ко мне, помолись за меня, пошел вон, иди в ад, с легким паром, пойми, я за тебя, не смогу прийти к Богу, я могу за себя прийти к Богу, неправильное понимание твое, убивает всю веру в тебе, ты не можешь уповать на меня, там, где надо уповать на Бога, ты не можешь уповать на человека, где Бог твоя опора, если ты будешь делать подмену в своем сердце, церковь Бог, люди, Христос, тебя ждет, что ты будешь смеяться над верующими людьми, ты будешь надсмехаться, ты будешь тем человеком, который попадешь под это обольщение, и начнешь гонить потихоньку, изнутри, сарказм придет, может быть, ты его не будешь выражать открыто, но когда ты будешь слышать, внутри тебя голос будет говорить, и что, ты этому веришь? Да ложь, это все брехня. Я не верю. И ты даже сидишь, идет такая проповедь, халатроша, а ты даже не понимаешь, качаешь головой. Не верю, не верю, не верю. Ты сам с собой разговариваешь, ты говоришь себе плохие вещи, и ты с ними уже давно согласился. По одной простой причине, нет страсти по Богу. Павел говорит, я молю братья о нашем, о пришествии Господа Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Я молю вас, братья, я молю вас, церковь, чтобы вы поменяли отношения, чтобы страсть, огонь прикоснулся вас, чтобы вы захотелись, чтобы в ваших глазах была искра радости. Мир божественный наполнял твое сердце. Мир Божий, любящим Его, любящие Бога, мир имеют. Они чистивые, суету, и бегут, когда за ними никто не гонится. Никаких проблем нет, а они уже бегут, а они уже ужас, что творится. Почему? Развивай божественное качество внутри себя. Начинай развивать внутри себя правильную самодисциплинирую, дисциплину, дисциплинируй себя. Подними внутри себя того Христа, который умер за тебя. подними его, провозгласи на свою жизнь, начинай верить, доверять ему, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Бог не пройдет мимо ни одного человека. Ни одного. Если ты будешь стоять и говорить, даже не чувствуешь, я верю, что ты не пройдешь сегодня мимо меня. А как люди на меня посмотрят? Они же меня знают. Тону. Я так внутри. Я верю, что ты не пройдешь мимо меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. А то еще услышат, будут смеяться с меня. А почему ты так думаешь? Потому что ты смеялся. Тебе надо покаяться. Встаньте, эти люди, которым вы чувствуете, вам надо покаяться, чтобы выйти на свободу. Чтобы получить перемен. Встаньте, встаньте. Если вы делали это, и вам трудно сегодня просто пройти через это, вставайте, не бойтесь. Это вам поможет. Ваша простота и открытость поможет вам пережить Бога. Я вам правду говорю. Я вам правду говорю. Вставайте, вставайте. Вас здесь больше. Вставайте. Мы здесь собираемся, чтобы помочь вам. Как я сказал, уединение, это не для нас, не для тех, мы переживаем Бога. Когда мы переживаем Богом, и мы проводим отдельно собрание для тех, только кто переживает Бога. И мы не пускаем туда тех, которые еще Бога не переживают. Это особенное служение. Когда под список мы говорим, только под это, никого не пускать. У нас в январе будет такое служение. В январе будет такое служение. Мы соберемся там со всех церквей, только те, кто переживает Бога, чтобы никто не мешал. Постойте еще одну минуту. Я помолюсь сейчас за вас. Я хочу помолиться за вас. Я хочу помолиться. Я просто жду, что еще люди встанут, честные. Послушайте, еще раз говорю. Я обращаюсь к вам во имя Господа, чтобы пришла помощь от Бога внутрь тебя, чтобы ты начал чувствовать Бога, начал переживать Бога, чтобы ты больше не насмехался. Ты говоришь, ну я сегодня не насмехаюсь. Сегодня ты не насмехаешься, но у тебя в сердце ты не можешь выразить веру, потому что ты думаешь, что на тебя будут насмехаться, над тобой будут насмехаться. Это потому, что ты в прошлом насмехался над людьми, и ты еще до сих пор не покаялся. Поэтому тебе надо встать сейчас на ноги, потому что Бог не может, Бог по тлаям не бывает. Что посеял человек, то и пожал. Что посеял человек, то и пожал. Поэтому твое отношение сегодняшнее, открытое, простое, оно определит завтрашний твой день. Закроем глаза все, пожалуйста. И какое-то время побудьте в присутствии Божьей. Вставай, давай. Насмехался, теперь стыдно тебе даже вставать. Вставай, это для тебя, брат. Брат, это для тебя, сестра. Вставай. Вставай перед Богом. Бог зрит тебя. Бог зрит. Упражняй себя в благочестии. Упражняй. Упражняй себя в благочестии. Тренируй себя подавлять. Подавлять демонические желания и давать место и давать место в доброте Божьей. Это в доброта Божья к тебе обращается. Вставай. Попирай льва и дракона. Во имя Иисуса Христа. Если ты встал, скажи, Иисус, я прошу, прости меня. Громко, не бойся, не стыдись, никогда не стыдись. Иисус, я прошу, прости меня. Еще громче скажи. Иисус, Иисус, прошу тебя, прости меня. Я даю тебе слово, что больше я насмехаться не буду над твоим присутствием в жизнях людей. Прости за то, что я это делал по своему незнанию. И помилуй меня. Храни меня. И вот я. Коснись меня. Благодать твоя. Я верую на мне. И я принимаю это. Верою. И я благодарю тебя, мой Царь. Аллилуйя. Аллилуйя. Начи славить Его. Начи славить Его. Начи славить. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Да коснется вас Бог в ваших домах, в ваших постелях. Да начнете вы радоваться. Накроет вас смех радости. Во имя Иисуса Христа. Да переживете вы истинную, божественную радость, которую Бог обещал дать всем любящим Его. Аминь. Да благословит вас Господь. Будьте благословен. Будьте благословен. Будьте благословен. Храните мир с Богом. Мир с Богом. Мир. Мир в своем сердце. Мир. Скажи, Бог, ты даешь мир свой всем любящим тебя. Аллилуйя. 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 Мир – это выражение нашей веры. Мир Божий – это выражение моей веры перед Богом. Мир – это стабильность. Мир – это простота. Мир – это радость. Мир – это удовлетворение. Мир – это то, что так ищет человек на этой земле. Это так ищет человек на этой земле. Аллилуйя. Еще Петра. Давайте прочитаем. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, люди, которые будут смеяться, насмехаться, поступающие, поступающие по собственным своим богатям или идущих на поводу собственных желаний. В этом переводе. Идущих на поводу собственных желаний. Знай, прежде всего, что в последние дни люди будут увлечены своими собственными желаниями. Скажите, сегодня это действие сегодня проявляется как-то или нет? Как никогда. Правда же? Вы можете слышать или нет? Как никогда. И это... Мы не можем уже сказать, что церковь Бог хранит от этого. Почему? Потому что Бог не может хранить тех, которые не хранят себя. Твердого духом ты хранить в совершенном мире. Бог не может хранить, но нигде в Библии не написано, что Бог хранит сомневающихся. Но твердого духом ты хранит в совершенном мире, ибо на тебя упомяет Он. Понимаете или нет? Вот почему я говорю страсть, жажда Бога. Все люди, которые переживают Бога сегодня, подойдите, спросите у них, как они достигли этого. Они тебе расскажут. Если вы спросите обо мне у моей жены, она расскажет. Я днями закрывался в комнате и слезы выдавливал, и пытался... Все, что только слышал в церкви, все делал. Все, что прочитал в книге, все делал. Бенихина прочитал, доброе утро, Дух Сын. Прихожу целый день, кричу, доброе утро, Дух Сын, доброе утро. Уже вечер, а я все, доброе утро, Дух Сын, доброе утро. Думаю, ну когда же ты придешь ко мне? Думаю, к одним приходишь, а ко мне ты вообще, к одним милостивом ко мне такой жестокий. Иисус, приди ко мне, ну я прошу тебя, ну что мне, тебе лезят куда-то, ну как, ну Господи, приди ко мне. Не верите мне, спросите у Али. Я постился, я закрывался, я хотел, Бог, приди ко мне, почему ты не приходишь, почему ты не приходишь? И как вы думаете, он пришел или нет? Как вы думаете, я его сегодня переживаю? Я его переживаю. Это правда. Но на это понадобилось много времени. Почему? Потому что в Библии написано, ищущие находят. Одно, что я могу тебе с большой уверенностью сказать, если ты начнешь искать Бога, ты его найдешь. А сколько искать? Пока мисс не найдешь. А сколько это по времени? Пока мисс не найдешь, я тебе уже сказал. Ищи, а Бог знает, когда Он к тебе явится. Если бы я Бог был, то к некоторым я бы вообще не явился, так как они ищут. Понимаете или нет? А Бог, Он может и явиться тебе, как ты ищешь. Но это от нас. И от Него. От Него присутствие, от Него исцеление, от Него чудеса, от Него легкость, от Него вера, от Него просто настолько уверенность, что с твоими детьми ничего не приключится, от Него покой в доме, от Него полный холодильник, от Него полный шкаф, от Него. А от нас выражение нашей веры, доверия Ему. От нас выражение доверия. И Он говорит, вы не можете поклоняться Богу, как мертвые. Вы должны поклоняться, как воскресшие из мертвых. Вы должны служить, вы должны бежать, вы должны идти, вы должны благовествовать, вы должны написать список, вы должны работать по списку, вы должны прийти к лидерам. И Он говорит, помоги мне, у меня вот столько людей, еще ни один не спасся. Помоги мне, как мне, привезти этих людей к Богу. Это от нас. И когда мы делаем свою часть, мы позволяем Богу прикоснуться этих людей, близких нам людей. Если мы не пытаемся это делать, а просто пытаемся их за уши притянуться от собой, не получится. Тебя же не притянули. Ты сам пришел. И никто, и никого ты не притянешь. Не получится. Даже если ты притянешь кого-то сюда, он убежит посередине служения. Или посередине прославления. Он просто убежит. Но если ты начнешь служить Ему, как Писание говорит, возьмешь список, начнешь молиться за Него, начнешь звонить, начнешь дружить, начнешь общаться и подталкивать на встречу со священником, в нужный, в правильный момент не долбать. Тебе надо, я говорила, встретиться со священником, и за тебя мы все проклятые. Он не придет. Он не придет. Но если ты начнешь служить, и когда Он будет раздавленный, подавленный, придешь в любви и скажешь, слушай, я уже договорился, собирайся, поехали. Собирайся, поехали. Почему? Потому что, когда мы переживаем Бога, мы готовы вместе с Богом идти в работу Божью. Делать работу Божью. И это благословение, которое мы слышали. Сегодня говорили, братья, это такое благословение, сестры. Просто стоять и служить. На кладбище. Перед могилой покойник. Я не думаю, что Сережа об этом мечтал всю жизнь. Но теперь он везде, даже на кладбище. Даже при покойнике. Он переживает Бога. Почему? Потому что он служитель Бога. Он никак по-другому на себя не смотрит. Он никак не смотрит. Ты десятой дорогой обходишь такие церемонии. А те, которые уже имеют прикосновение к Богу, пережили Божье прикосновение, они на все случаи в жизни смотрят, как на возможность благовествовать, достучаться в сердце людей. Потому что это воля Бога. Потому что Бог пришел из-за этого на эту землю. Потому что Бог открыл небо для того, чтобы спуститься на землю, благовествовать всем нам. И поэтому, когда мы имеем прикосновение к Нему, мы тоже такие. Мы подобны Ему. Мы во всем видим возможность открыть, рассказать о том, кто открыл нам небо, кто даровал нам небо. Братья и сестры, если мы верим, что небеса наш вечный дом, мы не имеем права стыдиться говорить о том, кто нам этот дом подарил. Мы не имеем права стыдиться. Мы должны бежать к Нему. Мы должны бежать. Сегодня верующие и неверующие люди, они не верят в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И они могут смеяться, надсмехаться. Когда ты разговариваешь с верующим, если они еще протестанты, они еще молчат, в душе только смеются. Если не православные, не открытые, смеются. Пришествие? Какое пришествие? Яговисты и разные такие сатанисты, они нагло вообще смеются. Из Писания, из Библии. Павел говорит, что настанут времена наглые отругатели, а в таком пришествии будут нагло отругаться. И будут говорить, да, уже было пришествие. Он в духе приходил, его никто не видел. Он есть дух, он никакой не Бог. Такие уже есть. И это свидетельство о том, что его шаги приближаются. Я хотел бы вместе с вами сегодня совершить эту молитву, чтобы мы не сомневались о его пришествии. Чтобы мы не сомневались, а что его пришествие, присутствие в церкви сопровождается из-за его пришествия. Что присутствие в церкви его возрастает с каждым днем, чтобы у нас не было таких сомнений. Что завтра здесь может быть хуже. Это не потому, что ты святой или я святой. Это потому, что его пришествие приближается. И мы меняемся от его пришествий. И даже в Коринфе нам написано, что все мы, взирая на славу его, меняемся в тот же образ, преображаемся в тот же образ. Все мы, взирая на славу, как в зеркале, мы начинаем отображать его образ, свою жизнь. Чем ближе мы приходим к ним в его присутствие, тем больше мы похоже становимся на него. Тем проще людям узреть в нас, Иисуса Христа. Тем проще людям прийти в доступ в его присутствие во имя Иисуса Христа. Одни люди приходят к тебе в общении, и ты не знаешь, как быстрее от них избавиться. Другие люди, которые приходят в твое присутствие, ты не хочешь уходить. Одни приносят его присутствие, другие ничего не приносят, а третьи приносят гибель, паубу, обольщение гибели, паубу. Поэтому из-за его присутствия мы знаем, с кем нам надо дружить, с кем нам надо общаться. Я не говорю сейчас о списках. Со списками нам надо всем заводить дружбу, вести их в церковь. Я говорю о том, кто влияет на твое мировоззрение. Если они не положительно, отрицательно влияют, тебе надо посмотреть на эту дружбу. Берегись такой дружбы. Убегай от такой дружбы во имя Иисуса Христа. Давайте склоним наши головы, поговорим с Богом, и обратись к Нему и скажи, Господь, я хочу верить в это последнее время. Я желаю прикасаться к Тебе. Я хочу, чтобы во мне жажда по Тебе возрастала, огонь по Тебе поднимался в моем сердце и страстно горел. Во имя Иисуса я прошу Тебя о благодати Твоей. Изливай благодать свою. Изливай благодать свою на потомство, на меня и на мое потомство. Благодать на меня и на моих друзей, на меня и на моих знакомых, на моих соседей. Благодать Твоя из-за Твоего присутствия в моей жизни, в моем доме, в этом собрании. Пусть Твое присутствие, которое есть в этом собрании, пойдет со мной в мой дом. Во имя Иисуса Христа. Та вера есть, Которая в братьях и сестер, чтобы она была во мне, чтобы она была в моем доме, на моих детях, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя и славлю во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Давайте встанем для молитв. Откройте свое сердце, я хочу помолиться за вас. Вы обратились к Богу и сейчас я хочу, чтобы вы ожидали от Бога. Вы обратились к Богу, вы говорили с Богом в своем сердце. Но молитва это не только говорить, это и слышать от Бога, это принимать от Бога. И молитва это больше молчать, говорить, потому что все-таки умнее наверно Бог, но не мы. Я молю тебя, Господь, чтобы ты проговорил в сердце каждого сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть сила благодати Твоей, исходящая с неба, она просто прикоснется каждого на этом месте. Открой, что нужно менять, чтобы пришествие твое в их доме, в жизни каждого возрастало, присутствие твое от твоего пришествия возрастало с каждым днем. Хая, бака, хая! Жажда по Богу увеличивалась в твоем сердце. Во имя Иисуса проговори, Господи, Дух с Духом Святым в жизнь каждого во имя Иисуса Христа, по благодати Господа, явление могущества твое. Да будет так. Аминь. Во имя Иисуса. Ли Гелилам Бамбара Бабарик Лакахая Хэйла Гелилам Махача Калэм Бамбару Бабарак Лакэ 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 Джалла Лэ Камбахая Бург Бабарак Хэйли Джалла Ла 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 Говори в сердце народа твоего и злей благодать слышать Благодать принимать Хэйли Бабарак Лакахая Ла 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 Перемены 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 Перемены, перемены во имя Иисуса Христа, перемены преобразования во имя Иисуса Христа и весь народ расскажет. Аминь. Халилуя. Давайте воздадим славу Богу. Если ты понял, что христианство, быть христианином искренним, быть христианином до небес, не только на земле, но и до самых небес, тогда мы должны понять, что Бог придет за нами. Вот это слово «собрание» и наше собрание к Нему, оно дословный перевод означает, что Он придет за этим собранием, чтобы взять с собою в небо. Вот это дословный перевод собрания, Он придет. У нас такое ожидание в сердце, что оно осуществится. А почему у нас такое ожидание в сердце? Потому что Он приближается, и мы начинаем понимать Его желание. А Его желание, вы знаете, какое? В Библии написано, что Он хочет соединиться с невестой Своей, сочетаться с церковью Своей. И вот это желание мы начинаем ощущать, ожидать, что Он придет за нами, что мы здесь не одиноки, что Он возьмет это собрание и вознесет вместе с собой. И мы, когда имеем это ожидание, это желание, оно помогает нам меняться в Его образ, становиться все легкими, легче, легче, легче. Легче имеется в виду на подъем. Я слышу, что ехать в Бердянск, хотел сказать, Бразилию, в Бердянск. Все могут поехать в Бердянск, но не все легкие на подъем. О, некоторые такие говорят, Бердянск? Да ну, я не, я? А почему? Да ну, на тебе такой багаж, да ну, куда я там я тону? А это все зависит от нашего отношения к Нему. Раньше я помню такой, куда-то подъем. Ну, а когда потом за Богом и шел, в Питер, в Питер, туда, 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 благовествовать. Сейчас в январе едем в Индию, благовествовать. Кто со мной хочет поехать? Я правду говорю, кто хочет поехать со мной? Это немного, это где-то около тысячи долларов всего будет стоить. Это немного. Это немного. Даже, может, меньше. Кто хочет поехать, я возьму. Подойдите ко мне. Если вы хотите на самом деле поехать, я возьму вас с собой на миссию, и, может, вы там и останетесь. Если у вас есть только на одну сторону, скорее всего, Бог вас призывает в Индии. Вы не смейтесь. Так начинается наше служение, мы слышали вчера. Это обыкновенные, простые люди начинают творить волю Божью. И они, видя чудеса, как мы слышали, да, в Крыму целое поселение покаялось. Почему? Были верные люди Богу, над которыми насмехались, которых хулили, которых проклинали, которых скотину потравили, сараи попалили, сено спалили. То есть, они и шли, и делали добро этим людям. И, в конечном счете, мы слышали в то воскресенье, все село получило спасение. Почему? Они открыли доступ Богу, дали Богу возможность отработать в жизни этих людей. Когда мы реагируем злобою на то, что нам делают, люди не видят в нас Христа. Трудно людям принять Иисуса, а Богу еще труднее произвести перемену в жизни злых людей. Но когда злые люди, они вместо от нас злобы исходящей, они чувствуют, как от нас исходит любовь, прощение, сострадание, что мы смотрим, но это просто больные люди. Им нужна наша помощь. Они не понимают их. То Бог входит в эти жизни. Целый поселок спас. Представляете счастливую эту семью? Какая это счастливая семья? Татары спасаются. Они открыли дверь для спасения татар в Крыму. Семья просто. Обыкновенная простая семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова